МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видим, что у вас их две. Да, спасибо. И даже есть третья, насколько мы знаем. Как выступили, как оцениваете? Выступление я оцениваю очень хорошо. Ну, конечно, золотая медаль не получилась, но и серебряная хорошо. Я, конечно, после десятки выложился и пришлось сегодня чуть напрягаться. Но все равно серебро это порадует. Читала я в одном из интервью, что вообще тренер вас настраивал на победу, на золото. А вы сами с какими планами ехали? Сколько хотели медали привезти домой? Так как у меня универсиада идет первый и последний раз, потому что возраст у меня не позволит следующий универсиад выступать, поэтому у меня был один шанс, и этот шанс я использовала. Смогла, да, у меня была задача выиграть золото, но эту задачу я, конечно же, не выполнила, но у меня тренер довольный, и я сама довольна. Скажите, а кто болел вообще на трибунах? Кто с вами сегодня в этот день был? Конечно же, это у меня муж, ребенок у меня болеет по телевизору, рассказывает. Я приехала после десятка, она мне все в восторге, рассказывает мне. Я говорю, мама тебя по телевизору видела. Также тренер болел и муж. Чувашская республика. Многие спортсмены отмечают, что небывалая поддержка трибун, все говорят, что это помогает, подстегивает. А вы слышали, и вообще спортсмен неужели это слышит, чувствует? Если честно, я в таком атмосфере первый раз. Я даже не могу сказать, у меня мурашки бегут. Россия, вперед! Там же Прокопьева написано. Прокопьева, Россия, вперед! Я вот это все слышала. Мне очень было приятно. Я даже отблагодарила зрителей. До сих пор благодарю вас, что вы меня поддерживали. И до сих пор поддерживаете. Я рада. Мне всегда интересовал вопрос, спортсмены во время крупных международных соревнований успевают ли сами сходить на какие-то другие виды спорта, может быть, поболеть за своих соотечественников? К сожалению, нет. Не успевали. Даже я на открытие не пошла из-за того, что я следующий день выступала. Надо спортсменам отдохнуть, успеть настраиваться на старт. Поэтому не получилось даже на открытие пойти. А на закрытие наверняка собираетесь? Пока не знаю. Посмотрим. Скажите, а какие планы дальше? Университету, в принципе, покорили. Дальше олимпийские игры? Да. У меня тренер очень на это рассчитывает. Я сама хочу. Я думаю, что у спортсмены это самое главное, что олимпийские игры, если спортсмен хочет на олимпийские игры, она все равно достигнет. Я так думаю. Это моя мечта. Скажите, возвращаясь к сегодняшнему дню, у вас сложные дистанции, длинные, продолжительные. Какую тактику вы выбираете? Потому что некоторые выкладываются в начале. Как вы считаете нужно делать? Моя тактика была на выигрыш. Потому что я среди дистанции, и на десятке я среди дистанции бежала. Как мне комфортно, я так и бежала. Не напрягаться хотя бы на первой половинке. А последней пятеркой я знала, что придется японцами бороться. Потому что было и так, и на десятке. Я все знала. Вот так и получилось. Скажите, ну сегодня, например, делали ставки на Людмилу Лебедеву, которая бежала с вами, но ей не удалось добежать до пьедестала. Как вы думаете, в чем секрет, не знаю, успеха, в чем секрет неудачи? Ну, если так подумать, если так сказать, Лебедева была готова. Ну, по моим мнениям. Потому что она бежала и вперед. Просто она чуть-чуть, может, неопытная. Я не знаю. Просто то она вперед, то назад. Ну, вот чуть-чуть не хватает ее опыта, может быть. Но она готова была на это. На медаль. А следующая заявка. Вот где будете выступать? Если честно, тренер мне сказал, заслуженный отдых. Атмосфера на играх какая здесь царит? Как российские спортсмены общаются? Да, очень. Знаете, я, во-первых, Казань не узнаю. Такой красивый город стал. Мне очень нравится. Я давно в Казани... Ну, как давно? Зимой только была. И мне очень нравится Казань. И вообще в мировом уровне стоит. Я так думаю. И атмосфера... Не передаваемая, да? Не передаваемая. Это невозможно сказать. Смотрю на ваши медали. Кажется, они тяжелыми. Да, очень тяжелые. Я сама... У меня третья медаль тоже дома есть. Я дома уже пофоткался. Показала родителям всем. Не то что родителям, а родственникам. Родителей у меня нет. А дочь уже примерила? Дочь, да. Она вообще планирует продолжить, может быть, вашу карьеру? Пойти по этой стезе? Или пока рано говорить об этом? Ну, если честно, я не хочу. Это же такое мучение. Я против этого. Мама мучится, хватит. То есть все-таки нет, не отправите? Нет, я не отправлю. По этому пути ни за что и никогда. Просто у меня жизнь заставила по такому пути идти. Я думаю, ее такой путь не заставит. Спасибо вам большое, Алина. Спасибо. Еще раз хотелось бы поздравить вас с тем, что вы завоевали даже три серебряные медали. Да. Очень приятно видеть улыбку в ваших глазах, на ваших устах. А мы продолжаем наш эфир. Далее вас ждет трансляция совещаний из Кабинета Министров Республики. Спасибо. 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 Спасибо.